всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду у нас лето в самом разгаре жара в тени стоит под 40 градусов дом тоже жарко поэтому снимать можно только под кондиционером а он шумит и на постпродакшене от этого шума никак не избавиться поэтому все-таки решил снимать на улице если не сдохну на гриле из-за жары рецепт будет очень короткий и быстрый понадобятся кальмары креветки супер крупные сырые и циры и порода такая гамма срокс называется то есть креветки красные еще чеснок зелень масло ну и пряности приступим начну с раскочегаривания угля сначала надо нарубить чеснок и зелень так часть петрушки кинза и чеснока отложу для маринада это для креветок маринад масло сюда соль немного подкопченой паприки и черный перец а вот вся остальная зелень и чеснок пойдут на соус но соусом займусь позже а пока нужно креветок почистить и замариновать а 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 Отлично. Много мариноваться не надо. Минут 20 хватит. Ну, полчаса от силы. Как раз мне времени с кальмарами разобраться. Это молодые, и шкурка у них тонкая совсем. В принципе, ее можно вообще не снимать. Но вот внутренности надо удалить. И голову с кишками от ног тоже оторвать, конечно. Кстати, щупальца тоже можно креветкам отправить. Кальмары не крупные совсем. Они сготовятся очень быстро. Надрежу их вот так. С одной стороны. Ну, все очень просто. А теперь фарширую. Ноги кальмара, самого кальмара, в соответствии с пословицей, врут мне ноги. И сюда же креветку. Отлично. И в таком же духе поступаю со всеми остальными. Красота. Так, угли уже разгорелись. Хочу воспользоваться одной приспособой. Вот этой. Давно у меня валяется такая штука. На ней удобно на гриле готовить что-то мелкое. Ну, такое, что на обычной решетке нравится просыпаться. Можно, к примеру, нарезанные овощи выложить сюда, как на обычную сковороду, и помешивать. И жарится будет все, как на обычной решетке. И при этом не просыпется ничего через нее, потому что все-таки мелкие прорези-то. Смажу ее маслом. И красавчиков сюда. Все. Остается закончить соусом и за стол. Так, и вот это сейчас надо быстренько блиндернуть. Соус простейший. На испанку называется сальсаберде, то есть соус зеленый. В основе всегда лежит ароматная экстраверженс, горчинка оливкового масла и петрушка. Ну, опционально может присутствовать другая зелень. Там мята, базилик, кинза, все, что хотите. Можно добавлять чеснок и лимонный сок. Соль и перец, конечно. Это очень вкусная штука. А кальмары между тем готовы. Пора пробовать. Пахнет совершенно потрясающе. Я обожаю креветки, запеченные на гриле. Вот эти крупные. У них такой сладковатый характерный аромат. Кальмары вот эти поджаристые. Слушайте, это классно. Так, в соус, конечно. Так. Вообще, надо было сначала без соуса попробовать, потому что он очень сильный вкус имеет. Такой яркий, свежий, травяной. С кислинкой этой лимонной. С чесночком. Слушайте, на мой вкус кальмар с такой креветкой и без соуса хорош, и с соусом хорош. А с холодным, очень легким, летним, белым вином. Просто чудо. И ветерочек он поднялся. Уже не так жарко. Просто красота. Так, ну, утащу еще немножко. Расскажу про все свои чаяния касательно этого блюда. Так. Значит, смотрите. Кальмары ужариваются на углях. Креветки ужариваются на углях. Не гонитесь за очень мелкими. Кальмар можно взять покрупнее. Креветки даже такие крупные не будут. Главное, чтобы сырые были. Ну, несколько, в конце концов, положите в кальмара. Несколько штук. Будет вот так вот. И будет не порционная такая, один кальмарчик, это на один укус. А немножечко побольше. Остроты можно немножко побольше, наверное, креветкам добавить. Немножко больше чеснока. Или не 20 минут держать, а там 25-30. Вот. Будет классно. В принципе, если вы приготовите такой соус, то это не важно. Соус прекрасно нивелирует все. Это будет просто потрясающе. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока.